Джереми Миллер. Правила инвестирования Уоррена Баффета. Введение. Если бы у меня в управлении был 1 миллион долларов, или даже 10 миллионов долларов, то я вложил бы всё до цента. Самая высокая доходность, которую я когда-либо получал, была в 1950-х годах. Я переигрывал доу. Не верите? Посмотрите на цифры. Но в те времена я инвестировал какую-то мелочь. Отсутствие больших денег – огромное структурное преимущество. Я думаю, что мог получить 50% в год на 1 миллион долларов. Нет, я знаю, что мог. Я гарантирую это. Уоррен Баффет. Бизнес Уик. 1999 год. В 1956 году Уоррен Баффет работал в Нью-Йорке вместе со своим наставником, отцом стоимостного инвестирования Бенджамином Грэмом. Когда Грэм решил отойти от дел, он предложил лучшему ученику долю в своем товариществе Грэм Ньюман. Однако 25-летний Баффет предпочел вернуться домой. Вскоре после этого на деньги четырех родственников Баффета и трех его друзей было учреждено новое инвестиционное товарищество Баффет Associates Limited. Прежде чем принять от будущих партнеров чеки, Баффет пригласил их на ужин в Амаха Клаб. За ужин каждый рассчитывался сам. За ужином Баффет раздал всем по экземпляру официального соглашения об учреждении товарищества на нескольких страницах и заверил, что о его содержании можно особо не беспокоиться, никаких сюрпризов в нем нет. Целью собрания было обсуждение того, что он считал намного более важным – основных правил. Баффет отпечатал под копирку этот короткий список заповедей и один за другим зачитал его пункты. Он настаивал на полной свободе действий. Он не стал распространяться о том, чем товарищество будет фактически заниматься, и почти ничего не сказал о своей реальной доле. Он просто сказал «эти основные правила – моя философия». Если вы согласны со мной, тогда вперед. Если нет, я пойму». Основные правила. Первое правило. Партнеры не получают никаких гарантий относительно доходности. Партнеры, которые изымают по полпроцента в месяц, получают только то, что изъяли. Если мы зарабатываем более 6% годовых в течение нескольких лет, то изъятия покрываются из прибыли, и основной капитал увеличивается. Если мы не зарабатываем 6%, то месячные выплаты считаются частично или полностью возвратом капитала. Второе правило. В году, следующим за годом, в котором мы не достигаем доходности как минимум 6%, поступления партнерам, получающим ежемесячные выплаты, уменьшаются. Третье правило. Когда мы говорим о годовых прибылях или убытках, речь идет о рыночной стоимости. Иными словами, о стоимости наших активов, оцененных по рынку на конец года по сравнению с их стоимостью на начало года. Этот показатель может сильно отличаться от реализованного результата в целях налогообложения в данном году. Четвертое правило. Показателем того, насколько хорошо или плохо мы работаем, является не плюс или минус, полученный за год. Оценка производится относительно общей результативности ценных бумаг, представленных индексом Dow Jones Industrial Average, результатов ведущих инвестиционных компаний и тому подобное. Если результаты нашей деятельности лучше этих ориентиров, то год считается хорошим, независимо от того, в плюсе мы или в минусе. Если наш результат будет хуже, то пусть нас закидают помидорами. Пятое правило. Хотя, с моей точки зрения, судить о работе лучше всего по пятилетнему периоду, три года – это абсолютный минимум для оценки результативности. В некоторые годы, без сомнения, результативность товарищества будет хуже, возможно, значительно хуже результативности Dow. Если в каком-либо трехлетнем или более длительном периоде результаты будут плохими, то всем нам надо искать другое место для вложения денег. Исключением из этого правила являются три года, приходящиеся на спекулятивный бум на бычьем рынке. Шестое правило. Я не занимаюсь предсказанием поведения фондового рынка или колебаний конъюнктуры. Если вы считаете, что я могу делать это или полагаете, что это принципиально важно для инвестиционной программы, то вам лучше не вступать в товарищество. Седьмое правило. Я не могу обещать партнерам конкретные результаты. Я могу обещать и обещаю следующее. Пункт А. Наши инвестиции будут отбираться на основе стоимости, а не популярности. Пункт Б. Мы будем стараться свести риск безвозвратной потери капитала, не убыток от кратковременного падения цен, к абсолютному минимуму через создание широкой маржи безопасности по каждому обязательству и диверсификацию обязательств. И пункт С. Мы с женой и детьми вкладываем практически весь наш чистый капитал в товарищество. Все приглашенные в тот вечер в Амаха Клаб подписали соглашение, и Баффет принял их чеки. Прием каждого нового партнера с тех пор начинался с изучения основных правил, а все партнеры ежегодно получали экземпляр обновленных правил. На протяжении многих лет после этого Баффет регулярно посылал этой небольшой, но постоянно растущей группе единомышленников письма с информацией о своих финансовых результатах и деталях деятельности. Он использовал письма для обучения партнеров и разъяснения концепций, подкрепляющих основные правила, представления своих ожиданий в отношении будущих результатов и описания рыночной ситуации. Поначалу такие письма были ежегодными, а когда партнеры поняли, что год это слишком большой перерыв между тостами, Баффет стал рассылать их не реже раза в полгода. Письма партнерам стали своего рода летописью его представлений, подходов и размышлений в период, предшествовавший приобретению более широко известной публики компании Berkshire Hathaway. Это был период невероятного успеха, даже если сравнивать его с результатами Berkshire. Хотя Баффет исходил из того, что не каждый год будет хорошим, на его взгляд в большинстве трех-пятилетних периодов вполне можно превзойти индекс Доу на 10%. На этот показатель он и нацелился. Его результат оказался намного лучше. Он стабильно переигрывал рынок и ни один год у него не был убыточным. В целом, в том периоде он увеличивал капитал партнеров почти на 24% в год после вычета вознаграждения. Именно на этот начальный период приходится многие годы его карьеры, в которых были получены наилучшие результаты. Идеи, содержащиеся в комментариях Баффета, представляют собой неподвластное времени руководства для инвесторов всех типов, от новичков и любителей до искушенных профессионалов. Они составляют единый и высокоэффективный набор принципов и методов без тех новомодных и технических штучек, которые так характерны для сегодняшнего рынка. Хотя письма и содержат сложный анализ определенного рода, который должен привлекать опытных профессионалов, они фактически являются вводным курсом по инвестированию, описанием базового, основанного на здравом смысле подхода, понятного каждому. В этой аудиокниге впервые представлена полная подборка писем партнерам, где описываются такие базовые принципы Баффета, как стратегия диверсификации против тенденции, почти религиозное почитание сложного процента и процесс консервативного, в противовес традиционному, принятия решений. В них также излагаются методы инвестирования в недооцененные акции, событийные акции и контролирующие акции, три принципиальных метода управления, которые превратились со временем в интересные и важные подходы. Эти письма имеют огромную ценность, поскольку они дают представление об образе мышления успешного молодого инвестора, работавшего поначалу с очень скромными суммами, образе мышления, которые можно перенять и использовать, если вы хотите добиться долгосрочного успеха на рынке. Они служат весомым аргументом в пользу долгосрочной стоимостной стратегии, такой, которая особенно ценна в наши нестабильные времена, когда трудно устоять перед спекулятивным краткосрочным подходом с массированным использованием заемных средств. Через них красной нитью проходят незыблемые принципы консерватизма и дисциплины, основа успеха Баффета. Если бы молодой Баффет создавал свое товарищество в наши дни, его результаты, без сомнения, были бы такими же выдающимися. Как вы видели в интервью журналу Business Week, он фактически гарантирует, что может обеспечить годовую доходность 50% для нескольких миллионов долларов и сегодня. Такой высокий уровень доходности для небольшой суммы реален сейчас точно так же, как много лет назад, поскольку неэффективность рынка никуда не делась, особенно в отношении небольших, не очень заметных компаний. Ну и, конечно же, поскольку он блистательный инвестор. Так или иначе, пока у акций короткая память, пока их цена зависит от страха и жадности, возможности для получения огромной доходности будут у всех инициативных инвесторов, которые смогут настроиться нужным образом. Как и во все остальные времена, в наши дни многим не хватает силы воли для соблюдения дисциплины, необходимой для стоимостного инвестирования. Раз за разом Баффет подчеркивает неизменность своих принципов. Это подход, в котором сознательная установка преобладает в поведении. Сохранение верности выбранному принципу, не отвлекаясь на тренды,